Вы знаете, такая ситуация, когда и Кадыров знает, что это его ***, которого он прислал ***, и я знаю, что это его ***, которому он прислал ***, мы с ним оба знаем правду, и от этого вот эта актерская игра Кадырова, она становится еще более смешной. Итак, нас 5800, нам можно уже приступать к обсуждению наших основных тем. Как вы знаете, прошлый мой эфир в четверг, мне решили составить компанию Кадыров и его компания, они тоже проводили эфир одновременно со мной. Это был инстаграм эфир, по-моему, несколько сессий они сделали там, потому что в инстаграме эфир ограничен одним часом, и по-моему, они сделали два или три может быть эфира, точно я не знаю. И в общем, в этом эфире было немало, так скажем, интересного. Я хочу показать вам один момент, на который нам стоит обратить внимание. Давайте посмотрим. Работал в медицине, да. Я работал с опытным профессором и медицинских наук, да. С ним проводил операции, с ним проводил лечение. Я кандидат экономических наук, да. Моя работа была написана не просто. Я закончил самые лучшие вузы, да. У меня десятки государственных наград. У меня десятки-десятки наград, да. Общественных. Это очень важное видео для нашей молодежи. Вы должны обратить свое пристальное внимание на этот момент. Когда мы с вами занимались ерундой, покупали себе телефоны, сидели в интернете, работали, пытались построить карьеру, Кадыров в это время не тратил время зря. Он набирался знаний, он учился, он практиковался с врачами, он лечил людей, он учился в институтах, университетах, получал ученые степени. То есть человек посвятил себя образованию. И поэтому наша молодежь должна с него взять пример. Вместо того, чтобы заниматься какой-то ерундой, сидеть в социальных сетях, переписываться или работать там, и строить карьеры, занимайтесь самообразованием. Поступайте в учебные заведения, получайте научные степени. Возьмите пример с Кадырова. Кадыров говорит, что он окончил лучшие вузы мира. И я сначала усомнился в этих словах, так как я-то знаю, что Кадыров купил диплом. Ух, что я говорю, купил. Учился в Махачкалинском филиале института бизнеса и права. Угдармесси был у нас такой, потом он переехал в Грозный, тоже у нас там появился. И я когда зашел в это образовательное учреждение, я увидел на доске почета, висели фотографии Кадырова, Даудова, Делимханова, как выпускников, как лучших выпускников этого вуза. И зная это, я подумал, но это ведь не лучший вуз этого мира. Но потом я посмотрел топ-5 лучших вузов мира, и действительно, там значатся Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд, Махачкалинский филиал института бизнеса и права и Хасавюртовская школа вышивания имени Патимат Гаджиевой. Это была минутка юмора по-ургански. В общем, с этого нужно брать пример. Я очень благодарен Кадырову за то, что он осветил нам этот момент. Но было в этом эфире у Кадырова, было и то, с чем я не согласен. Не соглашусь. Здесь вынужден буду оспорить. Давайте посмотрим о том, что говорит Кадыров про своих киллеров в Европе. Рамзай Анахмадович, в общем, блогеры, не знаю, как их назвать, провокаторы, которые, видимо, для получения политического убежища говорят, что вы присылаете в Европу, в разные европейские страны своих киллеров, убийц, универсальных солдат. Короче, страшные вещи. Скандал, паника, нытье, йо-пазаура, ахиеш. Как бы вы прокомментировали слухи о том, что вы присылаете в Европу киллеров? Будьте, Гаврой, киллер, будьте. Нет, с молотками, да, ха-ха-ха-ха, которые, да, неустанно бьют по голове, да, и потом, потом этот человек, да, на второй день выступает, да, в соцсебе, да, вот такие они, да, чтобы получить, там, копейку, там, и на содержание, они пишут, да, всякую чущую ерунду, да, ну, и вот, они совершали здесь преступления, да, в Российской Федерации, за это они уголовно наказуемые люди. Вот, чтобы их не выдвижали оттуда, да, они это все басни придумают, да, если я где-то что-то делал бы, то давно, там, месяц закончил бы, да, мне, что они есть, да, вот, что они есть, о чем они говорят, и после этого, да, спасибо вам большое, да, Чингвист, да, как ты им затыкаешь роты, да, вот, это, я от этого получаю удовольствие, да, и народ, да, больше понимают о правильности в нашем направлении, про их продажных, да, выступлений, да, по сторо, поэтому нет у нас таких людей, которые в Европе, да, специально отправлены убивать, там, или резать, там, или обид по голове молотком, да, таких людей у нас нет, да, здесь я с Кадыровым вынужден не согласиться, потому что наличие Кадыровских киллеров в Европе, это уже установленный факт, и есть люди даже объявленные в международный розыск. Например, Леча Богатырев, он объявлен в международный розыск за убийство бывшего соратника Кадырова, Умара Исраилова, в Вене, в австрийской столице. Этот человек сейчас работает в МВД, в Кадыровском МВД, как вы видите, этот кадр был запечатлен в 2011 году, он по сегодняшний день работает, его у нас в республике больше знают по кличке Би, его называют. Это один из приближенных людей к Кадырову, один член его команды, и это непосредственный исполнитель убийства Турпола Исраилова, тот человек, который нажимал на курок, спускал курок и непосредственно убил Умара Исраилова. Как вы знаете, трое его сообщников были задержаны полицией Австрии, один из них получил пожизненное, срок пожизненного заключения, двое были осуждены, по-моему, на 19 и на 16, кажется, лет, получили длительные сроки тюремного заключения. Вот, это один момент, этот человек находится в международном розыске. Второй кадыровский киллер, это Мамадиев Осман, человек, который приехал, втерся в доверие к Эмрану Алиеву, более известному в интернете по прозвищу Мансур Старый, пожил у него неделю, затем убил его с помощью ножа. Это 120 с лишним ножевых ранений нанес Мансуру Старому. И вот теперь еще один кадыровский киллер, это Руслан Мамаев, который пришел ко мне с молотком для того, чтобы меня убить. Но так уж получилось, что этим же молотком мне удалось его обезвредить, нанести ему нормальный такой вред его здоровью и передать его полиции. И сейчас этот человек находится в полиции, в отличие от тех двух киллеров, которые благополучно вернулись в Чечню и сейчас очень комфортно себя там чувствуют. Киллер, приехавший ко мне, находится сейчас в руках у шведских властей, шведских правоохранителей. И они, я надеюсь, разберутся в том, чей он все-таки киллер, кто его прислал, каковы были его контакты, кто ему помогал. И все, что связано с этим преступлением, я думаю, это все будет выяснено. И скоро, когда он предстанет перед судом, мы узнаем о всех этих подробностях этого преступления. И я думаю, что не совсем красиво по отношению к своему киллеру, когда Кадыров взахлеб смеется, говоря о том, что он пришел с молотком убить меня. Я думаю, что молоток он выбирал не по собственному желанию. Скорее всего, этот молоток был выбран Кадыровыми. Кадыровцами. Они дали ему все эти инструкции, чем меня убить, как меня убить. И поэтому не совсем красиво, когда Кадыров взахлеб начинает смеяться над своим же киллером, которому сейчас, я уверен, непросто. Он сидит в одиночной камере за стеной каменной. Я думаю, что ему будет не совсем приятно узнать, что Кадыров с него смеется. Ну и, конечно, мне тоже смешно за этим наблюдать. Вы знаете, такая ситуация, когда и Кадыров знает, что это его киллер, которого он прислал меня убить. И я знаю, что это его киллер, которого он прислал, чтобы меня убить. Мы с ним оба знаем правду. И от этого вот эта актерская игра Кадырова, она становится еще более смешной. Кадыровцами. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok